Приветствую вас! Вы знаете, ну, вот я прочитал ваш вопрос, немножко сбившего у вас все получилось, объяснить и рассказать, но основной момент я понял, что воспитание вашего ребенка происходило по одной, значит, схеме воспитания девочки, это сестра вашего мужа, по другой схеме. И из-за этого возникает конфликт. Значит, вы знаете, вам, своему сыну, нужно объяснять, почему девочка это делает. То есть, надо объяснять ей, что она не понимает, не понимает того, что быть жадной – это плохо. Она не понимает того, что игрушками нужно делиться. она этого не понимает. Вот он, то есть, ваш сын, это понимает, и он хороший. Она не понимает, она плохая, избалованная. Понимаете? Не нужно говорить, может быть, того, что, например, ребёнок, ну, что ребёнок обязательно плохой. Это вы говорите, не нужно, не нужно, может быть. Но, что обязательно нужно сказать, что она, девочка в смысле, неправильно понимает ситуацию. И неправильно себя ведёт из-за этого. Вот это вот, пожалуй, нужно постараться до неё донести. Здесь вы на самом-то деле больше вряд ли сможете что-либо ещё именно детям обеспечить, потому что дети не в том возрасте, чтобы до них вот всё-то стараться донести сейчас. Вот. Значит, далее. Вам просто нужно доносить до своего сына, что у девочки свои ценности, свои, ну, другие взгляды, и что она воспитанна вот так. И что это не хорошо, что это плохо, что это поведение, ну, неприемлемое, что потом ей будет тяжело, вот, сладнее, чем вашему сыну. И так далее. То есть нужно, нужно, папа будет понимать, как, что происходит. Ваш ребёнок, он пытается всё унифицировать, да? Унифицировать. И считает, что если он, и, кажется, в смысле, делает какие-то вещи, то, соответственно, и девочка, другой ребёнок, пусть тоже должен делать это же самое. И ему сложно понять. Было бы странно, если бы он это понимал. Что может быть в другом вообще. Что может быть, например, такая ситуация, когда дети разные, то есть дети там росли в разных семьях, например, и тогда. Понимаете? И вот это вам нужно, моему ребёнку, по сути, это дело донести. Это то же, что необходимо для него донести. Потому что, потому что, по-другому, ребёнок либо будет, значит, думать, а почему вот я веду себя так, а она себя так не видела, и почему я должен вести себя по-другому. Знаете, это если вы не будете объяснять ребёнку. Ребёнок, у него появятся комплексы, что ему, там, например, не дают игрушки, только потому, что он какой-то плохой детей, тем более в этом возрасте, очень-очень сильно разве эгоцентризм. И это нужно тоже помнить, что эгоцентризм не позволяет ребёнку, любому, любому ребёнку в этом возрасте, считать, что что-то происходит не потому, что он такой, а просто потому, что происходит. И вот это вам нужно объяснить, что девочка не даёт ему игрушки. А девочка вообще не даёт игрушки. Не только ему, а вообще, кому бы то ни было. То у неё, вот она такая. И вот это является то, что вам нужно делать. то есть всё остальное, в принципе, вы делаете правильно. Вы разруливаете, как вы говорите, вы играете с детьми и стараетесь девушку как-то так приструнивать. Вот. Это всё правильно. Другое дело только, мы на границе соблюдаем. А мы всё-таки ребёнок, что он не ваш, а если ребёнок не ваш, то, соответственно, лучше не учить его вообще. А своему ребёнку просто объясняют, как оставить дело. Вот. Вот. попробуйте поместить его в среду. В среду. Вот. В такую среду, где, скажем, другие ценности, да, например, в среду там мальчику, где они будут делиться, чтобы он увидел другое отношение к себе. Понимаете, надеюсь, о чём я сейчас говорю? Чтобы он увидел другое отношение к себе. и чтобы это другое отношение к нему показало мальчику, что есть хорошие отношения, есть положительные отношения, а есть негативные. И что бывают разные отношения, бывают. И от этого никуда не деться, что в жизни вот так будет. Не будет постоянно везде одинакового отношения к ремонту, а потом и к скандровскому человеку, понимаете? Вот. Это вот, наверное, самый такой ключевой момент. Потому что, ну, то, что вам порекомендовали мои коллеги, это правильно, но это, знаете, как вот, на мой взгляд, это довольно ситуативно, не глобально, в смысле слова, что значит договориться с сестрой вашего мужа о том, чтобы воспитывать детей в неком едином ключе. Это, знаете, ну, опять же, по моему мнению, это не есть, правильно, потому что, ну, например, ваша сестра, ой, это сестра вашего мужа, прошу прощения, она один человек, и у него свои взгляды, у него свои ценности, у него свое отношение к ребенку, а вы другой человек, у вас свои взгляды, и почему вы должны воспитывать ребенка так, как она, а она так, как несправедливо, поэтому, я думаю, что именно эта рекомендация имеет смысл только в том случае, если у вас, ну, хорошие отношения, если у вас хорошие отношения с центром несправедливо, вот. Далее, далее, вам идет такая рекомендация, что, значит, пусть ребенок играет только с вами. Тут тоже момент, не все так просто. Дело в том, что, когда ребенок играет, значит, со взрослым, ну, появляется, как бы, зона ближайшего развития. Это, вот, тот предел верхний, до которого ребенок может дорасти, и за, ну, когда действует со взрослым. Но, ребенку этого не то, что мало. Ему нужно другое, кроме этого, еще. Ему нужна зона не только вариативного развития, ему нужна не только зона ближайшего развития, оговорочная, но и зона вариативного развития, когда он взаимодействует со своими сверстниками. И не важно здесь более старшие это сверстники, или более младшие, или ровесники, одногодки. Это не столь важно. Важно другое. Ребенку это необходимо. И если вы будете ограничивать его в том, чтобы он общался с своими сверстниками, со своими ровесниками, вот, то вы будете тем самым лишать его, ну, можете лишить его зоны вариативного развития. Зона вариативного развития это выбор своего собственного пути становления личности. Это неприемлемо. Поэтому я рекомендую вам действовать именно вот в таком направлении. Направлении именно пояснению ребенка тому, почему происходят те или иные вещи. это мне кажется лучше всего в данном случае. Далее, вы пишите, как мне быть со свекрами, я делаю для них добро, они это не ценят, и я как добработница у них. Здесь моменты, если честно, не очень понятны. То есть вы как-то написали это в дополнении своем, но при этом предварительно вы ничего не говорили. Предварительно как бы писали про своих детей, про то, что у вас проблемы, а потом когда раз вы говорите, что мне делать с вами с свекрами, то есть с свекрами тоже получается справа с проблемой. Вы говорите, что я как-то набор несу у них. Ну так. То, что вы как добро работница у них, это скорее следствие того, что вы сами допустили. Это скорее следствие того, что вы сами позволили себе стать их добро и в этой ситуации нужно в первую очередь определить почему вы это позволили вообще. Как вы это позволили? Почему? Зачем? И далее уже думать, что делать дальше. Я поясню. Я поясню. Смотрите, кабаны с мужем стали решить у свекров. Вы понятное дело приняли на себя какие-то обязанности. Обязанности по например уборке квартиры, по приготовлению пищи, что-то еще. Сейчас вы говорите я не хочу это делать. Мне не нравится как меня используют мои свекли. Но вы же понимаете как? Вы же уже это приняли. разрешили с собой так обращаться. И что получается сейчас? Сейчас получается, что вы как бы говорите с лёгаром. А знаете, я передумал. Ну вот просто передумал делать для вас то, что делало радостно. Слышите? Это не есть правильная позиция. Сперва прежде чем определять что делать со свеками. Нужно определить почему вы позволили что заставило вас соглашаться на такое отношение. это первое. Это первое. Второе. Значит когда вы будете понимать что наставило вас действовать таким образом вам будет уже немного проще потому что вы будете понимать какие у вас мотивы были и будете удовлетворять свои потребности так как вам это нужно. А с ведом вы установите границу. то есть вы будете делать то что вы сами считаете нужным но при этом не будете вредить себе потому что ну в конце концов все крайне ведь как-то жили до вас и я думаю что вы с мужем своих рассматриваете это жилье как временное я не думаю что вы собираетесь длительное время там жить вот и соответственно сокры они будут жить и без вас потом после того как вы уже от не худете например но вот это нужно обязательно объяснить им что вы не собираетесь делать то что вам например неприятно или некомфорт сами они этого не тайм потому что у них нет сил у них нет мотивации чтобы вас понимать у них нет по сути дела стремления к тому чтобы вас не использовал вы позволили себе использовать вас используем и к сожалению все с этим с этим как ни печально мало что можно поделать это можно конечно изменить можно но без жесткой линии поведения с вашей стороны надо сказать что будет все довольно печально последний вопрос который вы задаете что делать с детьми мне не приятно видеть как моему они запрещают а племяннице запрещают исходя из того что она меньше и девочек ну знаете как есть момент следующий понимаете не оправдывая их не оправдывая то что делают они я имею ввиду ваши сверпы я хочу сказать следующий что в принципе они поступают так как поступают ну если не большинство то очень большое количество родителей родителей значит родственников и так далее если если ты значит меньше если ты младше и если ты еще и девочка то тебе будет будут тебе и поблажки будет тебе и что и нужно сказать обязательно нужно сказать что подобное поведение оно является ну обусловленным обусловленным и вы вы не сможете опять же переделать тех же свекров потому что у них вот так сложилось да у них такая вот линия поведения и поменять эту линию поведения вы вряд ли сможете да и невозможно это без ссор и без давления на людей а вам это я не думаю что нужно поэтому вы можете использовать вы можете использовать подобное для чего давайте Для чего вы можете использовать подобное? Подобное вы можете использовать для того, чтобы, значит, мальчику своему показывать, что вот девочки получают какие-то вещи только потому, что они девочки и как бы только потому, что они слабенькие. Они слабее. Девочки слабее. Девочкам нужно другое отношение. Девочкам нужны другие стандарты, другие принципы, другие подходы. Все вот это вот нужно постараться вашему сыну принести. Чтобы у него уже сейчас вырабатывалась модель именно мужского поведения. Вот это вот очень важно, чтобы у него вырабатывалась модель мужского поведения. Потому что если он будет относиться к девочкам так же, если он не научится различать, то есть женщина, то есть там какие-то моменты, связанные именно с женской моделью поведения, с женскими особенностями и так далее. Если он не будет этого ограничивать, то у вас будут серьезные проблемы, к сожалению. И подобное, подобное вы можете использовать для формирования у ребенка правильных ценностей, правильных взглядов. правильных моделей поведения. Это вот то, что вы можете сделать. Ну и конечно же скажу, наверное, такую довольно банальную вещь, но тем не менее. будет лучше и будет лучше, мне кажется, всем, если вы с мужем будете жить отдельно. отдельно. Потому что сестра мужем, своим ребенком, свекры, все это, конечно, очень-очень много. много очень людей на, значит, ну, на, на, на квадратный сантиметр в площадь, получается. И этот контекст нужно тоже обязательно прорабатывать. Чтобы вы как можно быстрее стали жить самостоятельно. чтобы вот эти вот условия, которые вынудили вас жить с сестрой вашего мужа, чтобы вы предлагали все усилия для того, чтобы они, эти условия, ушли как можно быстрее. чтобы вы как можно быстрее, они перестали вам мешать. И вот тогда, послушайте дело, вам все вот это вот не нужно будет. то есть вы только сами подумайте, сами подумайте. Вы спрашиваете нас о том, что вам делать в этой ситуации. В ситуации, когда у вас нет своего жилья. Но подумайте, неужели так будет всегда? Неужели всегда будет так, что у вас не будет своего жилья? Ведь вам некомфортно так, как вы сейчас живете. Вам тяжело так, как вы сейчас живете. И это нужно учитывать. И стимулировать вашего мужа себя на то, чтобы ситуацию менять. Потому что если ее не менять, то вам самой, как минимум, будет плохо. Вы сейчас говорите, я не хочу учить живого ребенка. То есть происходит размывание социальных ролей. Происходит наложение одной социальной роли на другую. И это, к сожалению, плохо. Это не может не вредить вашему ребенку. Поэтому постарайтесь вот это все обдумать обязательно. Постарайтесь с мужем поговорить, как он видит вообще ваше будущее, как он его представляет. Нормально ли, что вы живете там у его сестры, вместе с женским ребенком, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все постарайтесь своему мужу объяснить, донести до него. Постарайтесь вот это все. И исходя из этого уже принимайте решение, что вы будете делать, как вы будете делать, в какие сроки вы будете делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!